Бегемоты. Одни из крупнейших наземных животных планеты. Масса крупных самцов часто превышает 4 тонны. Бегемоты довольно агрессивные животные. Они не терпят чужаков на своей территории и могут нападать на всех, кто окажется к ним слишком близко. Часто на экскурсиях туристов подвозят поближе, чтобы они могли хорошо рассмотреть этих гигантских животных. Но всегда надо быть готовым к тому, что бегемоты могут быстро атаковать. Кенья. Лодка с туристами подошла слишком близко к группе бегемотов. Один гигант поворачивается к нарушителям и скрывается под водой. А это явный признак того, что бегемот начал погоню. Так оно и есть. В воде эти животные передвигаются довольно быстро, но человек сразу дает полный газ и разъяренному гиганту не удается догнать лодку. Похожий случай. Опять лодка с туристами прошла очень близко с бегемотами. И разгневное животное бросилось на них. Но лодка смогла уплыть в самый последний момент. У бегемотов огромная пасть с большими крепкими зубами. Это их главное оружие. Тут бегемот смог догнать моторную лодку. Он атаковал ее сзади и повредил мотор. Хорошо, что животное быстро успокоилось и оставило лодку с людьми в покое. Когда за тобой гонится это огромное животное, испытываешь неприятные чувства. Этот бегемот долго не отставал от катера. Он гнался за ним под водой, периодически выныривая, чтобы сделать вдох. Потрясающие кадры. На сухопутном транспорте тоже не стоит близко приближаться к этим животным. Буквально несколько мгновений и разъяренный бегемот уже рядом с машиной туристов. Эти животные рассматривают туристов как нарушителей своих границ. И их нужно срочно прогнать. Бегемоты часто атакуют в подобных ситуациях. Не зря эти животные считаются одними самых опасных обитателей Африки. Бегемот вышел на дорогу, где с ним встретилась группа людей. Сначала животное не проявляло агрессии, но это было только в первые минуты. Неожиданно бегемот кидается на машину, но водитель успевает надавить на газ и уехать от него подальше. Бегемоты только кажутся неповоротливыми. На самом деле они могут очень быстро передвигаться, как по воде, так и по суше. И это надо учитывать, приближаясь к этим гигантам. Случайные очевидцы на автомобилях увидели бегемота, который находился на обочине дороги. Люди остановились и начали снимать его. Но в какой-то момент настроение бегемота меняется. Он выскакивает на дорогу и бросается на автомобили. Один водитель даже съехал в кювет, чтобы избежать атаки этого животного. Двигаясь на дороге на своем автомобиле, водитель заметил бегемота, который был прямо на проезжей части. А несколько секунд спустя бегемот атакует. В Танзании люди с лодки ловили рыбу. Все было хорошо, пока к лодке под водой не подплыл бегемот и не атаковал ее снизу. Очень хорошо, что никто не упал за борт. После такого происшествия рыбаки поспешили покинуть это место. С другими животными бегемоты тоже особо не церемонятся. Тут это толстокожее животное напало на льва, который пытался утолить жажду. А здесь отчаянная гиена забралась в болото к этому животному. Она принялась его обнюхивать, как будто он может быть ее добычей. Но вот бегемот разворачивается и гиене пришлось приложить все свои силы, чтобы не быть растерзанной. Бегемотам сильно не понравилось, когда на их территорию забрел лев. Царь зверей расположился на небольшой скале, но долго он на ней не просидел. Один из бегемотов атакует хищника и лев сразу же отступает. Этот бегемот сам подошел к прайду львов. Судя по его виду, он был весь в шрамах. Этот бегемот отличается задиристым характером. Спустя минуту началась драка. Бегемот быстро двигается, не давая львам запрыгнуть на себя, а хищные кошки кружатся вокруг него. Потом бегемот все же решил покинуть это место и уйти к себе в водоем. Три льва переплывали в водоем, когда это заметил обитатель здешних мест. Бегемот сразу же бросился к незваным гостям. Быстро их догнав, он атакует. Львы никогда не связываются со взрослыми бегемотами и всегда спасаются бегством. Даже такие крупные животные, как буйволы, стараются не связываться с бегемотами. На водопое повстречались бегемот и небольшое стадо буйволов. Бегемот сразу же начал показывать свое недовольство. Он широко раскрывал пасти и тряс головой. Его цель была прогнать копытных с этого места. И постепенно буйволы стали отступать. Бегемот добился своего, все стадо ушло. А за последним быком он и вовсе пустился в погоню, угнав его далеко со своей территории. А тут можно видеть, как бегемот прогнал другое крупное животное, носорога. Несмотря на то, что у носорога есть опасное оружие, острый рог, он не стал ввязываться в драку, а предпочел отступить. Крокодил схватил антилопу гну и пытается утащить ее в воду. И никто не способен помочь бедному травоядному, кроме бегемотов. Два бегемота наблюдают за противостоянием хищника и антилопы. И через несколько секунд один из них атакует рептилию. Крокодил сразу же выпускает свою жертву, чтобы самому не стать жертвой толстокожих животных. Между собой бегемоты тоже часто устраивают драки. Они раскрывают пасти и наступают друг на друга. Такие разборки очень опасны. Своими клыками они могут нанести друг другу серьезные раны. А клыки у них очень большие и крепкие. За такими драками лучше наблюдать издалека, иначе можно легко попасть под раздачу. Вот такие звуки издают недовольные бегемоты. Оказывается, рычат они не хуже львов. На этом все. Друзья, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Впереди много интересных выпусков. А я ненадолго прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok